Всех снова приветствую, с вами интернет-магазин Antilife.com.ua Как я и обещал, буду продолжать развивать тему китайских смартфонов с защищенными свойствами В данном случае перед вами модель под названием Dukki DG150 Этот смартфон является бюджетником Цена его приблизительно 100$ из наличия в Украине Такую бюджетную модель, защищенную я держу в руках впервые Поэтому готов вам уже в принципе рассказать, что это такое и что оно из себя представляет Перед тем, как делать обзор, хочу вам сказать, что дешевые защищенные китайские смартфоны И китайские защищенные смартфоны подороже Очень имеют много отличий и не только по железу, но и в плане защищенных своих свойств Итак, давайте все по порядку Вот в такой вот коробке довольно-таки большой приходит этот смартфон Здесь есть вся спецификация, технические характеристики Значит, что у него есть в комплекте Во-первых, в комплекте поставляются вот таких вот два болтика, которые нужны нам для того, чтобы закрывать эту крышку И вот такая вот конструкция для открытия этих болтиков Далее идем в коробку В коробке есть в комплекте еще вот набор двух болтиков И стандартные аксессуары Это зарядка Гарнитура USB кабель обычный И компас Вот такой вот от компании Doggy Или DOOGY Теперь перейдем непосредственно к нашему смартфону Очень много есть, что мне про него рассказать вам Начнем, конечно же, с внешнего вида И с того, что у него располагается на передней сенсорной панели Здесь у нас 3,5 дюймовый дисплей Спереди есть три сенсорных кнопки Меню домой-назад Они подсвечиваются Также есть фронтальная камера на 0,3 мегапикселя Есть датчик приближения Датчика освещения здесь нет Есть также микрофон И также есть разговорный динамик С верхнего торца у нас есть Значит, кнопка включения-выключения Вот она И разъемы USB и наушников Снизу есть дырочки для того, чтобы можно было повесить этот смартфон на шнурок С этой грани нет ничего И с этой грани у нас качелька громкости Довольно-таки простые кнопочки Сзади смартфон имеет вот такую вот крышку Есть основная камера Есть вспышка Камера без автофокуса Собственно, аккумулятор на 1500 мАч Работает смартфон у нас с двумя полноценными большими сим-картами Поддерживает карты памяти Модель называется DOOGIE DG150 Аккумулятор на 1500 мАч Значит, что я вам хочу сказать по поводу особенностей данного корпуса Модель имеет защиту класса IP67 Подразумевает это то, что первая шестерка Это у нас защита от пыли От попадания каких-либо частиц пыли От крупных, мелких и тому подобное Семерка означает, что смартфон у нас водоустойчив То есть он защищен от коротковременного попадания в воду или воды на смартфон И там как-то так сказано, что Этот объем воды, который может попасть внутрь смартфона Он не помешает работоспособности устройства Значит, что я вам хочу сказать по этому поводу Сама конструкция, как только я начал разбирать этот смартфон Сама конструкция этой крышки задней Она у меня не внушила доверия Потому что обращаю ваше внимание на то, что Здесь нет уплотняющих резиночек Которые бы хорошо противостояли жидкости Плюс ко всему Крепится эта крышка вот на два болта А здесь она упирается вот таким вот образом Когда идеально закручены у нас болты То есть на максимум Когда это сделано То здесь у нас все более монолитно А здесь у нас можно крышечку даже вот так вот нажимать И будет чувствоваться какой-то небольшой люфтик Что я могу сказать по этому поводу Я не буду его тестировать водой Погружать его в воду Потому что он эту проверку не пройдет Я задался этим вопросом Меня смутила конструкция Я посмотрел некоторые видео обзоры Я видел, как люди погружали его И смартфон выключался Потом его можно просушить И он включится Но это такое дело То есть в данном случае Это дешевый защищенный смартфон Кстати говоря На коробках и на самом телефоне Я нигде не видел о том Что он водозащищенный Здесь есть только шок-пруф То есть это значит Что он противоударный Но от воды Я не советую его погружать Он может выдержать там разговоры Во время дождя Я думаю, что ничего ему не будет Но погружать его в воду Я не рекомендую Потому что вы можете погубить свой телефон И по поводу противоударности Противоударности Да, корпус здесь имеют Вставки и резины В принципе Верю, что он противоударный Но проверять опять же не буду Потому что эти телефоны Мы еще продаем По поводу внешнего вида По поводу свойств защищенных Я вам рассказал Очень сильно отличаются Эти защищенные свойства В бюджетниках И в более дорогих моделях Например, Land Rover A8, A9 Которые стоят 2,5 и 3,5 тысячи соответственно Итак, на каком же железе Поставляется эта модель Здесь 3,5 дюймов дисплей Разрешение этого дисплея 480 на 320 Если мне не изменяет память Набрала эта модель 10 тысяч баллов Здесь двухъядерный процессор MTK6572 Mali-400 Графический ускоритель Разрешение 320 на 480 512 мегабайт оперативки Здесь 4 гига встроенной памяти И отлично смартфон работает Прошивка с картами памяти Вот у меня стоит на 16 Все большие игрушки Все ставятся 2 ядра по 1 гигагерцу Также давайте проверим Мультитач В отличие от аналогичных моделей Данного сегмента И даже более дорогих Эта модель имеет Трехточечный мультитач И это ее значительно Выделяет среди конкурентов Какие есть датчики В этом смартфоне Есть GPS Есть Wi-Fi Bluetooth Есть компас Датчика освещения нету Датчик приближения есть И он И он действительно работает Плюс ко всему Есть довольно-таки Неплохая вспышка Прошивка здесь На полном русском языке Здесь китайского софта нет В настройках все тоже на русском Продемонстрирую версию прошивки Как я уже говорил Карта памяти работает отлично И это достоинство Однозначно прошивки Сама прошивка работает нормально Немножко подлагивают Рабочие стволы Но для столь бюджетного Варианта смартфона Это довольно-таки неплохо Все равно Экран Экран у нас здесь защищен Стеклом Здесь никакого ОГС стекла нету Точнее Склейки их Воздушная прослойка Имеется И она довольно-таки Большая Но сама матрица Скорее всего Это TFT Углы обзора Довольно-таки Неплохие Для бюджетного смартфона По диагонали Картинка Несколько Преломляется Но В принципе Смартфон Вот экран Выглядит Довольно-таки Неплохо Для бюджетного Класса устройства Не буду показывать Различные картинки Потому что Ну вот вы по одной Картинке Думаю видите И всю цветопередачу Которую он передает И вот эту вот Воздушную прослойку Между тачем И дисплеем И я думаю Этого достаточно Вы наверное удивитесь Но даже Такая модель Ощущенная В кавычках Она может Довольно-таки Неплохо Воспроизводить Современные игрушки Покажу вам Например NFS Most Thunder В принципе С игрушками Смартфон справляется Довольно-таки Неплохо И можно поиграть В современные игры Ну с минимальной Или со средней Графика Звучание Разговорного Микрофона И динамика Мне понравилось Все довольно-таки Громко И чисто Звук В Внешнего Динамика Он довольно-таки Громкий Вот К примеру Я вам покажу Видео Видео запускается Максимально В формате HD Full HD Здесь нет смысла Запускать Потому что Оно лагает Динамик Вот То есть Смартфон Справляется С такими Простыми Задачами Посмотреть фильм Зайти в YouTube Посидеть ВКонтакте Зайти в интернет Полазить Это все Будет достойно Реализовано Касательно Наушников ВКонтакте Есть у меня Музыка Я там Проверяю Звучание Звучание В принципе Нормальное Но на максимальной Громкости На вот таких Вот уровнях Немножко Звучание Ухудшается Я ставлю Где-то Вот так Вот И тогда Звук Довольно-таки Чистый Громкий И есть Пассы И можно Довольно-таки Неплохо Слушать На таком Бюджетном Смартфоне Я тестировал Аккумулятор Как всегда Здесь 1500 мАч Казалось бы Не так много Однако Не стоит забывать Что здесь всего лишь 3,5 дюймов дисплей И Такого аккумулятора Как оказалось Вполне достаточно Сейчас я вам продемонстрирую Найду только эти скриншоты Значит Тесты Antutu Тестер У меня показал 5267 Довольно-таки Неплохой результат Это Больше чем Xiaomi Mi 3 И Nexus 5 Это на уровне С Samsung i9500 И в режиме Воспроизведения Видео Из ютуба 412 Со 100% До 4 Хороший Неплохой результат И диаграмма Разряда Вы видите Что она Ровненькая И провалов У нее нет Далее Есть у этого Смартфона GPS GPS Я тестировал С GPS Проблем никаких нет Спутников Ловит много И словил у меня За 10 секунд Это был первый старт Но это было на горячую С Wi-Fi И с прогруженными EPO-картами Камера здесь Такая Чисто для галочки 2 Мегапикселя Показывает У нас основное Видео записывается В формате HD Однако Качество Очень унылое Нет автофокуса Но вот что меня порадовало Это довольно-таки Неплохая вспышка Как фонарик Этот смартфон Тоже справится Вот в принципе И все Вот такой вот Этот получился Смартфон DOOGY DG150 Итак Какой я хочу Итог Или вывод Для себя И для вас Сделать Если вам нужен Настоящий Защищенный Водонепроницаемый Противоударный И пыленепроницаемый Смартфон По-настоящему Чтобы он был Эта модель Вам не подойдет Это бюджетный Сегмент Защищенных Смартфонов Да Он по спецификации Имеет класс IP67 Но от воды Он вас При погружении В воду Он вас не защитит Для кого бы я рекомендовал Эту модель Все таки Корпус У него Есть С резиновыми Вставками И практически Везде Основные моменты Корпуса Они защищены Поэтому Я бы рекомендовал Эту модель Например В школу Детям Потому что Модель Выполнена Довольно таки Стильно Имеет Такой яркий Сочный Корпус Защищена Она от ударов Я более чем Уверен Что Эта резина Будет защищать И экран Не будет Лопаться Школьнику Защита От воды И от пыли Особо не нужна И школьник Сможет Поиграть Допустим В игрушки Посмотреть Какие-то Фильмы Посидеть Вконтакте И тому подобное То есть Для охотников Для Каких-то Людей Которые ведут Настоящий Спортивный Образ жизни Или Активный Образ жизни На охоте В грязи Эта модель Не подойдет Эту модель Не покупайте Если вы хотите Ронять ее в реку И потом доставать И пользоваться дальше Этой моделью Это модель Бюджетного Сегмента И защищенных Свойств Она не имеет Тех Которые имеют Тот же Land Rover A8 Или Land Rover A9 Почему говорю Land Rover A8 И A9 Потому что На данный момент Эти модели Для меня Эталонные Я уже сравнивал Hammer H5 Он значительно Проигрывает Но Сейчас не об этом Эти все обзоры Защищенных смартфонов Вы можете посмотреть На нашем канале Вот такой вот он Togi DG150 Я для вас Снял Правдивый Честный обзор Не вижу смысла Обманывать На этом все Спасибо за внимание Ставим лайки Подписываемся на канал Следим за дальнейшими Обзорами защищенных Смартфонов И не только Всего доброго